Как её оттуда выколупывать? Может вилочкой её всковырнуть? Ну, давай выползай. Нет, не идёт. Всем привет! Не знаю как вас, но меня раздражает две вещи в ММДЭМС. Это то, что они маленькие и очень быстро заканчиваются. То ли дело один, но огромный. Сейчас попробую такое сделать. Для большой ММДЭМСИны нужен белый шоколад и молочный. Форму в виде шара. Я такую покупал на отделе для творчества. Нужен ещё арахис, но он какой-то мелковатый. О, вот этот орешек в самый раз. Арахис мутант. Ещё нужен будет пищевой краситель для шоколада. И ещё я тут себе напечатал М-очек разных размеров. Такс, какая тут подойдёт. Ага, вот это будет в самый раз. И ещё накрою всё прозрачной калькой. Ну а дальше всё очень просто. Шоколад нужно сломать и растопить. Можно в микроволновке или на водяной бане. У меня ещё есть шприц с тоненьким носиком. И им-то я и буду рисовать. И ещё одну на всякий случай. Их пока я помещу в холодильник застывать. Теперь нужно подкрасить шоколад в оранжевый цвет. Вот так, думаю, будет хорошо. Я пока заполню шприц. Вот. А вот теперь можно начинать. Да. Так я до следующего года не успею. Насадку сейчас сниму. Ну вот, это же другое дело. Главное, чтобы стенки равномерно смазались. Так. И вторую тоже нужно смазать. Короче, ребята, у меня получилось вот так. И теперь их нужно направить в холодильник застывать. А пока ММДемс застывает, я растоплю молочный шоколад. Вот. И теперь их можно заполнять. Готово. Так. И чтобы это все дело в холодильнике не растеклось, я возьму вот такую вот емкость. И ровненько поставлю в нее ММДемс. И теперь в холодильник. Ну что, ребята, она застыла. А вот теперь интересно, как ее оттуда выколупывать. Ну, давай выползай. Нет. Ну, пожалуйста. Давай, сказал. Может, вилочкой ее всковырнуть? Нет. Не идет. Ребята, оказалось все очень просто. Ее нужно было подержать немножко в ладонях, она подтаяла и все. О, классная какая. Так, все понятно. Со второй половинкой сделаю то же самое. И положу наш любимый арахис-мутант. Ребята, кто знает, что это за орех, пишите в комментариях. Вот и вторая половинка тоже застыла. Сейчас я ее попробую вытащить. Нет. Эта половинка почему-то не хочет вытаскиваться. Возможно, ее потом можно вытащить будет. Сейчас я две половинки склею шоколадом. А иный момент. Готово. А пока можно буковку М приделать. Она получается очень тоненькая. И при нагревании от рук становится мягкая. Вот теперь ее можно прикрепить. Угу. Ну что, ребята, вот такая вот огромная ММ Дэмсина получилась. И теперь можно ее поместить в холодильник замораживаться. Да, ребята, после заморозки теперь можно легко отделить ММ Дэмс. Интересно, а сколько этот зверь весит? Так, давайте взвесим. Ого! 325 грамм. Это ж три большие шоколадки и один орех-мутант. Мне всегда нравился ММ Дэмс. И причем, когда я ел, допустим, красную конфету, мне всегда хотелось попробовать зеленую или синюю. Потому что я думал, а вдруг она с другим вкусом. У кого тоже так, жмите лайк. Ну что, ребята, на сегодня все. Если вам понравился большой ММ Дэмс, то вы знаете, что нужно сделать. Также подпишитесь на мой второй канал и на группу ВКонтакте. Желаю всем хорошего дня и до завтра.